В районном центре начались проверки на предмет безопасности. Антитеррористическая комиссия инспектирует объекты здравоохранения и спорта. В состав межведомственной проверяющей группы входят представители АТК и администрации муниципального образования «Расселинская», сотрудники пожарной части и правоохранительных органов. Комиссия проверяет объекты повышенной опасности, особое внимание к контрольно-пропускному режиму, системе видеонаблюдения тревожным кнопкам, а также доступности специальной информации, касающейся действий должностных лиц при угрозе или совершении террористических актов. Комиссия обратила внимание и на нарушения и замечания, которые были выявлены ранее. В ходе обследования, конечно, не обошлось и с фактами, когда были обнаружены новые у нас замечания, которые будут отражены в акте обследования, соответственно, руководству будет вынесено предписание о устранении выявленных нарушений. Межведомственной комиссией уже обследованы учреждения здравоохранения и спорта, расположенные на территории Ярселя. По итогам проверок обнаружены незначительные нарушения, включая документацию. В ольневодческих бригадах появились первые телята. С конца апреля оленеводы радушно принимают новорожденных. В этом году муниципальное предприятие «Расселинская» ожидает около 7,5-8 тысяч оленят. По словам главного зоотехника Андрея Саратета, метеоусловие благоприятствует с животным. Состояние поголовья в норме. С сенской стороны все стада перебрались благополучно. Весна проходит без резких перепадов температур, в связи с чем пастбища достаточно быстро освободились от снежного покрова. Много проталин, проблем доступа к корму нет. Поэтому приплод и сохранность телят ожидают хорошим. На сегодняшний день уже в садах около 20-30 телят. Ну, там по группам, по южным, по средним, северным группам. Ну, все сейчас наслают оленеводы, идут к отельным пастбищам, подходят. Вот южные уже стоят почти, ну, все почти на отельных. Севера немножко подходят. 15 мая состоится ежегодное мероприятие «Ночь музеев-2021». 12-й год подряд Ямальский районный музей принимает участие в этой международной акции. Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий в России. Выставки и программы будут посвящены теме «Больше, чем музей». Открытие акции состоится в 16.00. Сотрудники музея приготовили программы для разновозрастных групп, для каждой в определенное время. Это интерактивные игры, образовательные проекты мобильного технопарка, площадка, настольных игр и многое другое. Акция пройдет с соблюдением положенных мер безопасности. Мероприятие в этом году «Ночь музеев» пройдет в масочном режиме, ввиду ограничительных мер. Записаться на мероприятие можно заранее по номеру 30108. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!